Девушки отдыхают Почему, спросите вы Чем она мне так помешала Или чем она мне так пригодилась А я вам отвечу Дело в том, что прошлая серия Да, в общем, на самом деле и все серии Мне очень не понравились по качеству Я не всегда смотрю серии После того, как залью их на YouTube Но вот прошлую серию Удалось мне посмотреть Она мне просто ужаснула своим качеством Особенно меня поразили там два момента Первый момент, когда я Искал аэрдроп Нашел его, увидел издалека Сказал, вон смотрите, вон он аэрдроп Реально там ничего не видно Где там аэрдроп Это при том, при всем, что я уже, в общем-то, видел Эту серию до заливки на YouTube Я ее, естественно, несколько раз просматривал Я уже знал, куда смотреть на экране И так далее А я представляю, как это все выглядит для человека Который первый раз смотрит это видео И не знает, куда смотреть, где там этот аэрдроп Пока я к нему вплотную не подбежал метров на пять Его там не было видно абсолютно А второй момент, когда я подбежал практически вплотную К кролику на асфальте Говорю, вот он, смотрите, кролик Никакого кролика там не видно в реальности Там какое-то серое бесформенное пятно Которое сожралось артефактами Которое при сжатии видео происходит с маленьким битрейтом Вот и весь кролик Где там этот кролик? Ужас Классические ситуации, когда бежишь, например Посмотрел в сторону Побежал дальше Что там я увидел? Кого там? То есть там ничего не разглядеть То есть пока не остановишься Вот так вот не постоишь секунд пять Пока этот кодек там не успокоится с этим битрейтом Вот ничего не видно В общем вот Я пробовал экспериментировать Пробовал заливать видео на YouTube в разных режимах С разным битрейтом Дошел даже до 30 мегабит Это просто огромнейшие файлы получались Выглядят они на компьютере просто идеально Но YouTube все сжимает И все превращает в какой-то ужас То есть ему без разницы Ты заливаешь файл, который там 10 мегабит или 30 мегабит На выходе получается байт в байт одно и то же То есть он все сжимает И битрейт у него очень маленький У меня получалось менее 5 мегабит На таком битрейте В общем особенность 7 days to die в том Что очень много мелких деталей Такой битрейт он передает видео вот так вот ужасно И это у всех так Я смотрел прохождение 7 days to die На других каналах там такой же ужас То есть бежишь ничего не видно Ни зомбаков, ни то что вокруг А становишься более-менее что-то там можно разглядеть Одним словом какими-то настройками здесь У меня на компьютере это все не решается Это все не решалось Основная проблема то что YouTube очень сильно сжимает видео Что делать Единственный вариант который мне пришел в голову Это то что само видео подготовить так Чтобы вот тот битрейт небольшой Который у YouTube остается на наше видео На наше с вами видео Чтобы он по крайней мере экономно расходовался Пусть не будет каких-то деталей у меня В изображении Но зато хотя бы оставшиеся детали Будут чуть-чуть получше качества В общем я решил что Проблема в траве Значит трава там густая Очень много мелких деталей Плюс в довершении ко всему она еще колышется на ветру То есть в результате получается что даже когда стоишь Очень большое количество мегабит Расходуется на вот это движение травы Такие дела Плюс еще двигаются деревья То есть они там на ветру будь здоров трепыхается Это тоже расходует битрейт Вот и в результате на какие-то вещи нужные Его просто не остается Одним словом я украл траву Если вы заметили по моей так сказать подсказке По моему намеку Я еще украл в нашей игре ветер Да-да Ветра теперь нету Видите Деревья не колышутся Так что вот эта серия у меня вот такая экспериментальная Я попробую бегать вот в таком режиме Да немного некрасиво Но может быть действительно можно что-то разглядеть Если я показываю кролика его хотя бы видно Если я бегу и поворачиваюсь там куда-то Говорю вон посмотрите что там Это хотя бы можно разглядеть В общем вот такие дела Не весело Ну а что делать Что делать Мы немножко игру вот так вот Хакерски видоизменили Да простят нас ее создатели Но я другого варианта не вижу То есть если была бы проблема увеличить количество мегабит С моей стороны Да не вопрос я говорю Я доходил до 30 мегабит В принципе 30 мегабит Тут достаточно чтобы ну просто мельчайшие детали передать Поверьте на моем компьютере видео смотрится просто идеально То есть не к чему придраться Ну где-то уже начиная с 25 мегабит Я уже практически не находил изъянов Но как я уже говорил Для ютуба разницы нету Ему что 10 что 30 мегабит Ему пофиг Он все ужимает примерно до 5 А может даже меньше мегабит Такие дела Плюс еще достаточно редко ставят ключевые кадры Поэтому вот когда в кадре что-то меняется Останавливаешься И еще какое-то время должно пройти Перед тем как кодек успокоится Начнет вот красоты все передавать Вот В домах все не так печально То есть внутри домов Внутри помещений Как-то худо-бедно ничего В шахте тоже ничего Вот эти все текстуры более-менее нормально Вменяемо передаются Основная проблема там где вот Куча так сказать На дворе травы Так что вот такие дела Ну что ж Попробуем теперь Наше выживание Начнем так сказать С самого начала нашу серию И снова здравствуйте Начинаем с самого начала Эту серию У нас хорошо Мы прошлую серию завершили вовремя Так что в этой серии у нас есть время Что я хотел сделать в этой серии Во-первых я хотел взять Свою бензопилу Не знаю зачем я ее выложил Мне она так понравилась по прошлой серии Не в работе по дереву А в работе по зомбям Вообще вещь Мне она очень понравилась Вещь Еще я хотел сделать репайр киты Смогу Да и починить бензопилу Сейчас я ее починю Вот понравилось как она работает по зомбям И мне кажется что есть смысл использовать ее для этого Помните в прошлой серии была ситуация Когда зомби прорвались к нам В дом Вот и дробовик нас не спас Вот в этой ситуации мне кажется бензопила была бы просто идеально Вот была бы в тот момент у меня в руках бензопила Я бы этим зомбям показал Так ну и я пока бегу Да пока бегу Вам и буду все рассказывать В общем понравилось Буду ее использовать В качестве такого вот Интересного оружия Не хочет да Не хочет пока Значит первое что я хотел вам показать Я вам хотел показать кладбище Может вы уже знали про это Но я честно говоря для меня это было открытием И хочу с вами этим открытием поделиться Во первых Во вторых мы с вами сбегаем на К военную базу Находится она вот где-то вот в этом районе Раз у нас сегодня в этой серии Времени чуть больше чем обычно Попробуем чуть больше чем обычно сделать дел Мы вообще лутали ее да Не мы ее кстати не лутали Там церковь такая находится Так что В общем там раз одной церковь там утонем Вот кстати И сразу по ходу я еще хотел сказать Что я могу не просто убрать траву А сделать ее такой чахлой То есть всю траву превратить в такую Такие тростинки чахлые Но мне показалось Что так все равно тоже Плохо Тоже битрейт Активно на эту даже чахлую траву расходуется И Результат плохой То есть мне показалось приемлемым Только вот Когда я полностью убрал Полностью убрал всю траву Зачем я банку взял Ну ладно Ух ты Значит что позволяет бензопила творить Ух ты Она что позволяет Эй Чувак То есть я видите как с ними Опа Быстро Эффективно Я немного еще Не приноровился Видите сколько времени сэкономилось Просто замечательно Я пока все беру Так никто ко мне сзади Это не хочет подойти Вот и все И Меньше трети Да То есть меньше трети Я израсходовал На этих зомбаков Топливо Потому что это достаточно эффективно все 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 Как-то заугадься там Не знаю Так Что тут полезного Это понабрал Вот это сразу Выкинуть Вот это тоже Выкинуть Это тоже Выкинуть У меня теперь Павок Бузляров Банка мне не нужна Съесть не могу Вот как-то так Меня спрашивают Зачем я вот Вот кидываю Из Аут Из Который мне не нужен Из мест Которые можно Паутать Ну чтобы Снова там Спаун Произошел В любом случае Произойдет Но Будет непонятно То есть Вот когда Спаун Произошел И там Какие-то Предметы Были То есть В принципе Можно их Вот так вот Забрать Снова Второй раз Открыть И тогда Респаун Произойдет Но это очень Неудобно То есть Открываешь И не понимаешь Есть там Какой-то То есть Придется по два раза Вот так вот Открывать Это все Вот так что Мне проще Выкинуть И в следующий раз Когда я приду К этому месту Я уже там Был там Не был там Респаун Сразу вижу Сразу Определил Во-первых Во-вторых Мне задали Очень интересный вопрос Точнее предложили Одну Очень интересную вещь Предложили Топить С помощью Мебели Зачем я сюда пришел Кстати Вот сейчас Чтобы вам показать Вот эту вещь Что тут можно Копать могилы А в могилах Есть очень интересный Луд Смотрите Видите Все что бывает Ну да Эту я не буду Я сейчас Вообще Любую могилу Тут можно раскопать Ну Сейчас Раскопаю те Где вот такая Серая земля Свежая Так сказать Могила О Смотрите Книжка По минибайку Не прелесть ли Да вообще Зачет Не зря Сходили Это точно Совершенно Нам нужна была Книжка По минибайку По сути Это значит Что мы Мы с вами Минибайк Сделаем Вот что это значит Вот И мне задали Такой вопрос Точнее Такое Предложили Такую вещь Это Топить С помощью Кресел То есть В домах Можно Брать кресла Они очень хорошо Горят Очень долго Горят И вместо Дерева Можно Такими креслами Топить Костры Печки Это эффективно Я согласен Это очень эффективно Ну Есть один Такой момент О котором Я хочу Вам сказать А я смогу Тебе А смогу Бензопиой В общем Вот какой Момент Мы все С вами Должны быть Оптимистами По жизни Я считаю Что Во время Апокалипсиса Если ты Начал Топить Печку Мебелью Это как Своеобразный Перелом Уже В твоем Восприятии Этого Апокалипсиса Это значит Что Ты уже Считаешь Что Обратно Пути нету Все Апокалипсиси Плазмен А надо А надо Быть оптимистами По жизни Надеяться Что Люди Сюда Вернутся Хоть Мы И знаем Что Это Не Произойдет В этой Игре Но Вдруг Вдруг Так Будет Недостаточно Все Придется Делать Дерево Так Что Рощица Будет Достаточно Большая Серьезная Ну Ничего Ее Можно Посадить И Ресурс Дерево Возобновляемый В отличие От Диванов И Кресел Которые Если Сжечь Больше Не Появится Так Что Еще И Исходя Из Этой Точки Зрения Мне Не Хочется Жечь Тут Сю Мебель Ладно Все Хорош Уходим Отсюда Я По-моему Неплохо Тут Затарился Не хочет Консерву Есть Вон Тут Уже Зомбаки Пошли Возвращаемся Обратно 13 35 Возвращаемся Обратно До Дома Я Никак Не Могу Привыкнуть Пользоваться Компасом Кстати Вон Еще Один Ух ты Блин Какой Еще Исчез Как Всегда У нас Реально Свинины Дофига Просто Дофига Ты Где Свинины Дофига Но нам Нужно Ее Много Питаемся С помощью Свинины Так что Свинины Нам Нужно Много У нас Даже Критично У нас По яйцам Вопрос Нам Нужны Яйца Да ну тебе Тратить Стрелы Необычно Без Травы Все Это Выглядит Что Делать Все Традиционно Я Вляпался В свои Собственные Шипы Да Куда Ты Куда Ты Давай Залезай Ну Ну Что За Бедствие Это Такое Отлично Ну Не знаю Мне Замок Наверное Не особо Нужен Оставлю Раз Дотащил Вечером Попробуем Сделать Байт Оставь Мне intelligent Транabe Транありがとう Тур 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот это масло, наверное, можно уже больше не париться, не трогать, потому что его реально очень много Так-так-так Все, двигаем Да, двигаем вот примерно в этот район Вот так вот Оставить мне траву или нет Вариантов три Я могу вернуть все обратно Могу оставить вот так вот все без травы И могу сделать траву вот такой чахвой Напишите, как вы хотите, как это все По-вашему должно выглядеть Да что ж такое Блин, костыль не нужен Думал, чепутное у тебя есть Так вот по диагонали двигаем Яйца собираем, яйца нужны, будем свинину делать Вот у нас свинины дофига, а вот яиц нету Да, чит, конечно, я вот прекрасно вижу Вот эти все, все гнезда Правильно Отлично, восемь патрончиков, да? Восемь патронов я собрал Вообще классно Дробевика, восемь патронов Это очень даже неплохо В принципе, вот из этого можно добывать Уголь, на самом деле, занимая Да, правда, всего один Непонятно, зачем он нужен В таком количестве Мизерном Это, в принципе, он горит неплохо Вместо дерева можно добывать Ух ты, в машине Вместо дерева можно брать Вот уголь Реально, вот это не надо Блин, абсолютно бесполезная машина И, по-моему, вот здесь вот дерево добывать В огненном биоме Где мы сейчас находимся Уже Не очень выгодное занятие Ну, черт, и где В счет шесть дали, да? Так, так, так Где-то вот здесь вот Двигаемся дальше Ух ты, четыре яйца аж даже Наверное, гравий будем собирать Не знаю, как потушить себя Может быть, как-то с помощью воды Можно потушить Но я, честно говоря, не знаю Что, у нас ранили, да, получается? Как тебе так, не ловко там В костер какой-то в лес Тибуретка Не, ну Тибуретка нам пока не нужна А вот здесь может быть что-то интересное Все берем Какой-то шорох, я слышу Подозрительный Блин, совсем не точно Не буду я эти таблетки брать Все лишнее Кукурузку не будем выбрасывать Кукурузку мы съедим Так, я тут отвлекаюсь, да По-моему, я тут, блин Уже пошел в утание Какое-то Совсем не того, что мне нужно Надо быстрее где-то вот этот район двигаться Как-то активней Продолжение следует... Ты где? Нормально, так кишки наматывает Где-то здесь она должна быть Ага, все, я прям точненько на нее вышел И вот смотрите, что Во-первых, тут мины вокруг, аккуратно надо быть Поперли взрываться Нет, толстенького мы обултаем, да? Посмотрим, что у тебя есть Так, вот здесь вот очень аккуратно И я могу на мини подорваться только так Пропустить ее Совершенно не хочется Как-то, блин Блин Прости Я не смог тебя спасти От взрыва Умерла страшная смертью Хорошо, что такое Кого там сзади нету? Сколько шоу астута? Сколько шоу астута? Сколько шоу астута? Продолжение следует... Так, ты там ползай, ты мне не интересен. Главное, мины не пропустить. Как он, бензопила? По-моему, отличная штука. Вот так вот с зомбаками. Не ждать, да? То есть мы их штилом что-то там выманиваем. Там так в руки бензопилу взял и хоп-хоп-хоп, и нету никого. В принципе, экономно достаточно. Только вот чинить ее надо. Не забывать, потому что она как-то активно портится. Зомбей. От их костей там, или что там у них? Там какой-то твердый это. Что может бензопилу портить. Ничего себе тут мин. Мина на мини. Серьезно, он, кстати, болт... Тут ковыряемся потихоньку, пусть делается. Так что вот, теперь я вам рассказал, почему я не жгу мебель. Надеюсь на лучшее. Да и жалко мне эту мебель. Не вырастешь ее, не посадишь, не вырастешь. Все, можно заходить вовнутрь. Свинка Пеппа. Свинка. Да что ж я так пашу-то, а? Ну ладно, беги, свинка. Я не хотел, если честно, тебе... ...бежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ... Почему же ты хочешь съесть ее? Что там брэнк? даже не пойду за тобой а цилиндр есть у меня такой сейчас я гляну цилиндр мне оранжевый 120 качеством а этот кровь возьмем пригодится будем аптечки мощные делать кстати я в какой-то серии профукал ухты пистолетный ствол какой посмотрите водичку возьмем лучше чё на кожу что ли давай только и никуда вот ведь кофе жалко мне кофе выкидывать а вот такой вот ствол для ружья тут я кстати от ружья бы не отказался мне малиновый ствол есть вот этот ствол спасибо пистолетный ствол у меня вообще нету ствола кстати пистолетного и я смогу кстати сделать пистолет да 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 не знаю насколько у него там ценность большая чуть-чуть не нарвался на вот эти вот не знание мне говорили как-то их брать то есть принципе их можно брать но мне не не нравится они очень быстро зомби развивается урона и наносят мало толку немного эти все равно применение найду блин сколько патронов то сколько всего хорошая просто прелесть как я забыл магнум грипп нет у меня такого мальчо выкинуть то пройдем кстати 2130 железные я на рукавники выучил хорошая тема будет не забыть надо будет попробовать сделать так все надо думаю валить бежим 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 все вообще никуда не лезет мне далеко еще не останавливаешь просто бегу ух ты огненные бегают думал они не бегают пошел ты я под пивом мне вообще все пофиг что там на меня влякаешь ну отличный поход согласитесь мы нашли книжку по мини байку и похоже что мы его сделаем мы нашли части к магнуму и собственно сейчас можно собрать магнум не знаю можем не можем это сделать книжку мы прочитали или нет но все части у нас есть и то же самое пистолет мы можем собрать пистолет великолепно сходили по моему поднабрали ресурсов ну еще мы какую-то книжку прочитали как на рукавники металлические я уж не знаю насколько это ценная штука или нет так вот этот поселок надо бы обижать яйца понабрали нормально 17 штук вполне неплохо в общем под завязку забились без травы я вот перестал пропускать эти гнезда гнезда а вот и все от моих домов очень быстро действительно попробовали мы бензопилу по моему вообще великолепная штука все конец выкладываем все что-то понапринесли мы руны 19 яиц еще 22 яйца да то есть 11 мы можем свинины мы можем приготовить а дыне жалко мне целое бревно тратить блин все равно практически целое бревно и потратил смысл нету вот так вот извращаться ладно так 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 нужно попробовать сделать аптечек и пора вот нам с бинтами завязывать да попробуем вот эти аптечки сделать гораздо эффективней кстати мины у меня уже пруд пруди посмотрите что творится так еще мне саму кукурузу таскал непонятно ну да ладно так 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 Продолжение следует... Отлично! Ага, 60 Так, вот немножко мы... Скидали, да? Вообще я хочу попробовать сделать арбалет. Да, да, да. Давайте попробуем. Он же должен у нас лучше получиться, чем вот этот оранжевый. А вот у нас детали для пистолета. И для револьвера. Сейчас попробуем, кстати, пистолет, револьвер. Ну, не знаю, насколько это нам поможет. О, отлично! 225 130 Выкидываем. А, зря выкинул. Горит неплохо, помнится. Что нам нужно? Как вот это делается, а? А, вот так вот. Да, вот и сделаем. Алкоголь уже. Штучка. Вот такие у нас теперь замечательные аптечки. Че, давайте займемся квайком. Так, 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 байк. Байк. Вот она, рама для мини-байка. Пендал барс, да? Проволоку нужно еще. Че, неужели у меня нету проволоки? Офигеть. Ха-ха, представляете, у меня нету проволоки. Обалдеть. Вот это залет. Да, с байком обломайтесь. Обидно. Ну, ладно, что, пока не буду делать. Ладно, времени час. Есть еще время поработать. Стоп, 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 стоп. Не вот я что, забыл. Как же так? Пистолет и... Револьвер. Сейчас, сейчас, сейчас. Как же так я не сделал? С пистолетом. С пистолетом. А-бом. А с магнумом? А вот магнум я могу сделать. Есть патронов. Не знаю, насколько он актуален. В общем, в любом случае он у нас есть, этот магнум. Так что вот так вот. У нас теперь есть огнестрел. Все, в шахту. Не знаю, насколько он актуален, потому что там для изготовления патронов два пороха надо. А на... Патрон для шутгана один. Мне так вот в шутган как-то он поинтересней. Патрон для шутгана. Ну, пока не будем тут некрасиво, так сказать, поступать. Тут, в принципе, можно, конечно, только определенные вещи добывать. И выработку вести такими шурфами. В результате внешне будет все некрасиво смотреться, но будет эффективней, в смысле, трудозатрат. Ну, я пока вот так вот все красиво добываю. Патрон для шутгана. Патрон для шутгана. Патрон для шутгана. Патрон для шутгана. кстати не знаю верить этому или нет но говорят что всякие полезные ископаемые они есть под глиной то есть если вы наверху видите гайна попайте вниз и вы найдете полезные ископаемые не знаю верить этому не верить информацию слышал с вами поделиться не проверял по мне так по большому счету везде можно копать рано или поздно ты докопаешься до полезных ископаемых повсеместно везде как же я так пробовал куда это не взяла уже попробовали мини-байк из-за какой-то проволоки обидно действительно обидно ничего в следующей серии вообще обязательно сделаем найдем я хотел потолок еще посмотреть на потолке все в ухо да хорош блин чуть не чуть кирку не пропустил представляете сейчас бы было бы кто-то у меня неплохо не забыл починить покажи Продолжение следует... Не зря там ковырялся, селитра все-таки это вещь нужная. Так, ну все, хорош, наверное, туда вверх. Продолжение следует... Да, для этого нужно стальной, да, слиток, чтобы такую геройку сделать. У меня пока нет стальных слитков. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...